JQ J7 И как вы наверное знаете, это очередной представитель компании Chery Новый суббренд, который вывели для продажи на нашем российском рынке И скажу честно, изначально мы не планировали снимать обзор на этот автомобиль Но произошло два события Во-первых, вы очень часто в комментариях писали и просили нас снять эту машину подробно А во-вторых, недавно мой товарищ приобрел себе такой автомобиль И мы нашли ряд интересных особенностей Поэтому о них сегодня подробно поговорим С вами как обычно я, Максим Красильников Будет интересно, ну и по традиции погнали Концептуально идея не новая Chery в очередной раз взяли свою, наверное, самую успешную платформу И сделали очередную ее вариацию Только соответственно с другим внешним видом И как мне кажется, если брать все суббренды компании Chery И Amodo, и KAI, и G-Tour, и все прочее То вот здесь, наверное, внешняя стилистика, как по мне, самая удачная Потому что этот автомобиль можно спроецировать на широкую целевую аудиторию Квадратные формы, ручки с электроприводом, рубленные линии кузова И интересное исполнение фронтальной части автомобиля Во-первых, пиксельные дневные ходовые огни Выглядит живой, это действительно круто Двухэтажная оптика, кстати, она светит достаточно прилично И даже, например, реализовали противотуманные фары с функцией подсветки поворота Опционально автомобили бывают двухцветные, с черной контрастной крышей И вот этот автомобиль интересен за счет небольшой, можно сказать, оптической иллюзии Кажется, что он такой большой и массивный Однако его долина всего лишь 4,5 метра Также есть намек на легкие внедорожные способности Хороший угол въезда и съезда По периметру кузова можете обратить внимание на большое количество неокрашенного пластика Также здорово, что двери закрывают пороги Особенно вот в такой слякоть, действительно, вроде мелочь, но это очень приятно Ну и вообще, по поводу визуальной стилистики автомобиля Некоторые почему-то его называют китайским рейндж-ровером И действительно, можно местами найти пересечения с другими именитыми автомобильными марками Но, как по мне, все же этот J-Co можно назвать самобытным автомобилем И такой дизайн мне однозначно нравится И когда ты попадаешь в салон То первое, на что бросается внимание, это, конечно же, огромный телевизор мультимедийной системы Диагональ почти 15 дюймов И здесь, наверное, была бы уместна какая-нибудь шутка про то, что кто-то забыл свой телевизор с кухни Но головное устройство суперсовременное Нормальный процессор Snapdragon и неплохой функционал Стоит отметить нормальные карты Они оффлайн, не требуют подключения к интернету И, в принципе, отображаются максимально корректно Из функций есть практически все И панорамный обзор, и CarPlay, и Android Auto И одну классную штуку, они здесь допилили Можно поизучать инструкции по эксплуатации Полноценное руководство пользователя на любую тематику Это здорово, чтобы не лезть куда-то в бумажную инструкцию Можно здесь прочитать и разобраться с этой системой Есть голосовой поиск И вообще, по поводу вот этого интерьера Честно скажу, особо никто не заморачивался Вообще, у автомобильных производителей пошла такая тенденция Два жидкокристаллических дисплея воткнули Может быть, местами три И все, по сути, на этом дизайн окончен Но здесь все-таки есть приятные фишки Например, ручки открывания дверей Интересные дверные карты Здесь даже есть вот такая вот стилистика под головки болтов И, в принципе, хорошие материалы отделки Все находится на достойном уровне Само собой, атмосферные подсветки Мне здесь понравился еще один момент То, что китайцы начали заморачиваться по поводу полезных фишечек За что мы в свое время, например, любили Skoda За ее Simply Clever Здесь что есть? Во-первых, есть вот такой вот маленький крючок Перед пассажиром, который выдерживает нагрузку до 3 кг Есть несколько ниш для хранения телефона И, например, индукционная зарядка Оборудована еще встроенным кулером То есть, когда вы кладете телефон Запускается кулер и не позволяет телефону нагреваться Потом есть вот такое вот классное место для хранения телефона И еще, например, в дверных картах Есть специальные отверстия для зонтика Которые имеют свой дренаж И вроде все это мелочи Но вот именно такие мелочи и создают впечатление автомобиля В котором позаботились не только о водителях, но и о пассажирах Также неплохие диапазоны регулировок и рулевого колеса И сидений И здесь, кстати, они уже более-менее похожи на европейские Длина подушки здесь чуть больше, чем у среднестатистических китайских автомобилей Неплохой профиль Есть подогрев, есть вентиляция Но здесь небольшой баг Если подогревается полностью вся сидушка То вентиляция только нижней части Селектор переключения передач нефиксируемый Есть неприятный момент с переключением из реверса в драйв Это все также делается через нейтраль То есть нельзя это сделать в одно касание Но отдельно хотелось бы поблагодарить за наличие полноценных клавиш Здесь можно включить подогрева сидений Обогрев фетрового стекла И для этого не надо залезать в головное устройство За рулем я настроился удобно Теперь давайте посмотрим, сколько места осталось за мной Напомню, мой рост метр восемьдесят два Хороший запас для ног Также низкий трансмиссионный туннель Есть трехступенчатый обогрев задних сидений Зарядка USB и Type-C Ниша для хранения каких-то вещей Также свой дефлектор обдува И что немаловажно, на втором ряду Не сэкономили на материалах отделки Тактильно здесь все также приятно Сидушки удобные по форме И также обратите внимание на хорошую форму подголовников В теории на какие-то дальние расстояния На втором ряду можно ехать с приличным уровнем комфорта Багажное отделение не впечатляет объемом Чуть более 400 литров Но интересные всякие органайзеры Есть полочка для хранения Есть двухступенчатый пол Полноразмерное запасное колесо Но само собой электропривод к крышке багажника И вы можете регулировать высоту и открытие Это в принципе все стандартно Вопрос глобально только один Почему-то на нашем автомобиле отсутствует полка Во всем остальном добротно, практично И когда вы складываете заднее сидение Практически ровный пол В теории, наверное, можно даже и поспать Ну а теперь подробнее про техническую составляющую JQ J7 Платформа T1X Такая же, как у дэшингов У 7 Pro, у Amod И у прочих представителей компании Cherry Длина автомобиля 4,5 метра ровно Кузов хорошо адаптирован для нашего рынка И имеет полную оцинковку Включая крышу горячим методом Клиренс не самый большой Всего 175 мм Архитектура подвесок вне зависимости от типа привода Спереди MacPherson, сзади независимая И, соответственно, колесные диски бывают Либо 18-го, либо 19-го диаметра Тормозные механизмы стандартные Несмотря на то, что здесь красные суппорта Никаким спортом не пахнет Диаметр передних тормозных дисков мог бы быть и побольше В случае полноприводных модификаций За подключение задней оси отвечают муфты Либо ZF, либо BorgWarner Оба типа сертифицированы Согласно документу одобрения типа транспортного средства Обе муфты электрогидравлические Превентивного типа И за счет этих ездовых режимов Можно создавать преднатяг на задней оси В зависимости от выбранного режима движения И вроде все хорошо Достойно приличная техника Но ровно до того момента, как мы подняли Это автомобиль на подъемнике Снизу картина не самая приятная Во-первых, обратите внимание, что отсутствуют Аэродинамические и шумоизолирующие маты Хотя под них предусмотрен крепеж Из-за этого сразу видно огромное количество Технологических отверстий, которые никак не обработаны Шовный герметик располагается не везде Ну и соответственно штатный антикор практически отсутствует Далее, из-за того, что отсутствуют эти аэродинамические щитки Прямой доступ с окружающим миром Имеют топливные магистрали и тормозные трубки Идем далее Спорные решения по проводке на лямбда-зонды Каталитический нейтрализатор И как видите, вот эти трубки тоже не очень надежно выглядят Далее, как вы, наверное, обратили внимание Здесь отсутствует штатная защита картера Установлен пластиковый пыльник И как вы видите, он повредился даже при не самой экстремальной эксплуатации Металлическая защита картера здесь просто необходима Ну и по поводу масляного фильтра Тоже местами спорное расположение И в целом ощущение, как будто чуть-чуть этот автомобиль не доработали Поэтому перед выездом из автосалона Обязательно сделайте дополнительный антикор И поставьте полноценную металлическую защиту картера Силовая установка одна и единственная Вне зависимости от типа привода 1.6 турбо Индекс F4J16C И это полностью алюминиевый мотор с чугунными гильзами Про него мы уже неоднократно рассказывали Степень сжатия 9,9 к 1 Два фазовращателя на впуске и на выпуске Надежный турбокомпрессор от компании Honeywell И в приводе ГРМ используется малошумная цепь На нашем рынке он не дефорсирован В отличие от других автомобилей от компании Cherry И выдает полноценные 186 лошадиных сил И 275 ньютонов крутящего Кстати, они доступны уже с 2000 оборот коленчатого вала Межсервисный интервал 10 тысяч километров И по идее, по этим моторам есть уже хорошая сервисная статистика Они устанавливаются на широкий модельный ряд И в принципе, каких-то серьезных недостатков здесь нет И кстати, еще одно из отличий переднеприводных и полноприводных модификаций Скрывается под капотом Здесь у нас вместо привычного вакуумного усилителя тормозов Устанавливается электрогидравлический узел И фактически, когда мы нажимаем в салоне на педаль тормоза Мы манипулируем кнопкой Ну и за счет этого есть возможность реализовать Переменные усилия на педали тормоза И чуть-чуть поиграть с ее настройками По трансмиссии тоже нет выбора Безальтернативный робот 7DKT300 от производителя Getrak Про него мы тоже уже неоднократно говорили Он устанавливается массово на многие модели BMW С поперечным расположением мотора На Nissan, на некоторые модели Renault Ну и соответственно, на многие китайские автомобили Каких-то серьезных недостатков нет Коробка неплохая Есть запас по крутящему моменту Она переваривает 320 ньютонов Ну и в принципе, здесь у меня вопросов к ней два Первое, не самый удачный алгоритм управления И такое специфичное включение ручного режима Во всем остальном узел надежный Единственное, не забывайте про регламент замены масла Каждые 50 тысяч километров это необходимо делать Ну и резюмеры по поводу G7 Как вы поняли, есть спорные моменты Но я вам еще не рассказал, наверное, главного По поводу Chery мы с вами недавно уяснили Что они, к сожалению, чуть ухудшили условия гарантийной политики И теперь на подвеску распространяется гарантия Один год, либо 20 тысяч километров Несмотря на то, что автомобили эти принадлежат одному концерну Здесь гарантия более продвинутая Это полноценная поддержка 3 года, либо 100 тысяч километров пробега В том числе на элементы подвески И если вы будете обслуживаться у дилера То вам эту гарантию смогут продлить еще дополнительно на 4 года Как едут все соплатформники, мы с вами в этом году изучили Если взять Amodo и Chery Tego 7 Pro То, по сути, основное из неприятного Это настройки подвески На 7 Pro она крайне посредственная На Amodo чуть лучше И здесь у меня были большие ожидания именно по подвеске Вообще, глобально, бейдж инжиниринг Это распространенная тема И ей грешат не только китайцы Вспомните модели Volkswagen, Seat, Skoda Когда на одной и той же платформе плюс-минус были одинаковые автомобили Которые отличались не так-то много и чем И здесь вот, наконец-то, сделали нормальную подвеску Если брать все автомобили, построенные на этой платформе Вот именно, наверное, G7 Самый приятный автомобиль Во-первых, здесь нормальная энергоемкость у подвески Во-вторых, несмотря на то, что это форм-фактор Все равно компактного кроссовера Здесь есть плавность хода И даже когда мы ездили с друзьями на этом автомобиле в пятером При полной загрузке Плюс у нас в багажнике лежали вещи Подвеска все равно работает на достойном уровне То есть мы ее ни разу не пробили ни в городе И при этом остается приличный уровень ездового комфорта И для меня это, честно, открытие Потому что у автомобиля Cherry подвеска мне особо никогда не нравилась Потому что даже когда мы тестили Самый максимальный, премиальный XC-TRX С электронно-управляемой подвеской Впечатления там были, ну, так себе А здесь, ребята, молодцы! И вот только за одну подвеску Уже можно выбирать этот автомобиль Относительно других моделей концерна Также хорошо шумоизоляция и все Во-первых, двойные стекла Во-вторых, дополнительная шумоизоляция Моторного отсека И в автомобиле тихо даже при движении на высоких скоростях Но не все так классно, как хотелось бы Мне не понравилась настройка робота и мотора И вообще вот этот тандем работает специфично К нему нужно привыкнуть Да, здесь реализовали много всяких ездовых режимов И внедорожных, и городских И все это классно визуализируется на этом огромном планшете Но вот, например, если мы с вами едем в режиме спорт То коробка очень долго держится на одной передаче И все равно отсутствует какой-то прозрачный отклик То есть я хочу ускориться, нажимая на педаль Машина все равно думает Либо она переходит на пониженную передачу Либо просто сама решает, поедет она или нет И тягой на этом автомобиле управлять неудобно Когда ты едешь в городских пробках Машина постоянно старается переключиться На повышенную передачу для экономии топлива И поймать вот эти вот моменты ускорения Ну, сложно И надеюсь, что в ближайшее время появятся Может быть какие-то прошивки от наших Кулибинах Какие-нибудь Stage 1 сделают Потому что основная придирка к этому автомобилю Именно к тандему мотора и коробки Во всем остальном все находится на достойном уровне Если откинуть неудобство управления тягой То с динамикой автомобиля глобально это все неплохо Около 9 секунд до 100 км в час И машина интенсивно и приятно ускоряется Да, есть небольшой затуп при старте Но, в принципе, это свойственно многим преселективным коробкам По поводу управляемости тоже все неплохо Виражи едутся приятно Каких-то серьезных кренов нет И подвеска, она, вы знаете, такая средняя Между комфортом и междууправляемостью Для повседневной эксплуатации то, что надо Но по поводу тормозной динамики Мы автомобиль этот снимаем зимой Скоростей высоких нет По ощущениям термостабильность стала лучше Потому что мы с вами до этого часто ругали Тормозные механизмы у череп Потому что они быстро перегревались Здесь вроде как все неплохо И вот эта вот обратная связь и работа с ошибками У этого бренда мне однозначно нравится Пару слов по поводу электроники и муфты Читал тест, по-моему, авторевью И там ребята жаловались на то Когда двигаешься задним ходом Большой уклон, машина может откатиться И не сразу поехать И также были проблемы при старте В уклон более 15% На нашем тестовом экспонате Таких проблем я не наблюдал Включаешь режим 4х4 Муфта превентивно распределяет на заднюю ось 50% крутящего момента И машина едет неплохо И, кстати, добавим низкий клиренс Но неплохую артикуляцию То есть на какое-то легкое бездорожье На этом автомобиле В принципе можно выезжать Из того, что мне еще понравилось Чуть не забыл рассказать Здесь много что можно сконфигурировать под себя Настройки электроусилителя руля Это понятно Коробки тоже понятно Но здесь, например В полноприводных модификациях Используется вместо вакуумного усилителя тормозов Электрогидравлический И если вы погрузитесь в недры этого дисплея Зайдете в настройки тест Вы сможете отрегулировать чувствительность педали тормоза Кажется, что это лишнее Но по факту в городе Можно очень удачно настроить под себя педаль тормоза И у вас будет практически идеальная информативность И когда вы поедете на этом автомобиле на тест-драйв Либо будете кататься у знакомых Обязательно поэкспериментируйте с этими настройками И вы будете приятно удивлены В общем, глобально эта машина Несмотря на придирки по мотору и по коробке Мне понравилась И сам подход Что они сначала выпустили несколько вариаций Потом, видимо, собрали обратную связь От клиентов с каких-то фокус-групп И действительно выдали, наверное, лучший автомобиль На этой платформе И скажу так Что, наверное, на текущий момент По соотношению цена Качество езды И внешний вид, мне кажется Это, наверное, одно из лучших сочетаний на рынке И как мне кажется, этот автомобиль неплохо сбалансирован Здесь нет каких-то явных недостатков И серьезных конструктивных прочетов А его набор потребительских качеств Действительно делает его неплохим вариантом Для повседневной эксплуатации И я думаю, что все шансы на успех У GQ J7 есть Но, однако, хотелось бы посмотреть со временем Что будет с надежностью этих автомобилей Потому что к автомобилям Chery Вопросы у нас есть Впрочем, это покажет время В описании я оставлю ссылки На действующие предложения по этим автомобилям И с вами, как обычно, был я Максим Красильников Вам спасибо за просмотр Далее вы увидите нашу экспертную оценку И удачи вам на дорогах Далее вы увидите нашу экспертную оценку Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Далее вы увидите нашу экспертную оценку Редактор субтитров А.Кулакова